всем добрый день привет у меня было видео где мы делали цоколь вот камня вот мы сегодня закончили по периметру это здание цокольное и я вам сейчас покажу как вы дошли до порога как мы сделали этот порог какой там камень и может сделать каждый в домашних условиях специально ролик вот для тех кто хочет что-то сделать своими руками и что было красиво практично я сам да еще люди спрашивали интересовались смотрите вот это мы проливали фундамент видите он пролитый потом мы его грунтовали потом мы набивали сетку вот она видите сетка делали черновую вот черновая ее мы грунтовали и на следующий день смотрите в разрезе вот чистовая вот все поэтапно я вам показал первая часть грунтуется перед черновой бьется сетка делается черновая грунтуется чистовая вот такая у нее так вот в разрезе тут толщина у нас была определена вот весьма подстраивались обычно я делаю больше но за счет того что мы это уплотняли вот эту бетонную массу и чернили вот это у нас 0 у нас 90 градусов вот эта часть мы от нее относительно берем и выводим вот в эту плоскость сколько то ли размеру тогда стояние 80 и там ты делаешь 80 по 80 и плюс вот эти три сантиметра которые выходят как мы изначально закладывали этот размер вот и вышли отсюда лишь ты этот потихонечку смачивают подзатирают железни хорошо раствор садится за счет того что тут концентрация цемента очень высокая и образуются такие трещины как их устранить то ли бери до влажную кисть фетричины как мы их устраняем видите раствор садится просто грунтовкой 1 5 пройдись везде да все хватит если немножко постоит подсохнет и начнем это затирают за этим надо следить тем более это высокая концентрация цемента и погодные условия солнышко бетон садится они это не будет ухтеть поверхностная трещина то есть не слоемка эти трещины мы вплотняем смотрите у нас тяга прошла теперь мы разделим камень есть поле давай вот это сюда 90 градусов плитка для чего ну угольника нету под рукой мы ставим плитку 90 градусов делаем смешку поехали дальше вот этот размер перенеси сюда подрезка у нас как я всегда вас учу обрезать углы углы они вообще не нужны 90 градусов она будет скалываться сбиваться но не надо его скругляем тогда будет практично так вот мы развязали камушки Вот. Смотри, вот это показывает. Как в камеру там будет разрезать, ну вот какую-то вставочку поставим. Вот сюда. Вот сюда. А не надо квадратить. Смотри, слева, справа. Сережа, это доработаете, потом я уеду. Тольф, доработаете. Так, давай еще немножко снимем. Давай угол 90 градусов. Края. Обязательно. Давай. Толя, только доведете до ума. Хорошо. Все. Вот это закруглить, шлифануть, затереть. Все-все. Вот это лицо. И ступенька, она ходовая. Она будет постоянно нагрузками. У меня просто посыпать, ходить, прыгать. И сюда. Сюда. Все. Тут такое элементарное, просто, простенькое все. Главное вовремя остановиться. И технологии соблюдать. Чтобы она не забухтела, слоя тонкие, нет запаса прочности. Поэтому все на верочку. Вот это зальете все. Вот так вот. Все. Пойдем. Вот. Порезали мой камушек. Сколько там? Ну, 10 минут мне понадобилось, чтобы я вот это вот определился с направлением камня. Смотрите, вот наш цоколь, на котором вот установлен такой вот объект. Стеклопакеты на нем лежат. Они, видите, такие панорамные. вот этот цоколь. Вот этот цоколь. Я показывал, как мы его делали. Такой вот камушек здесь у нас. Видите, он заглаженный. Заглаженный. Зашлифованный. Уплотненный. Черненный. Вот. И вот эта вся история вела нас вот к такому порожку. В такой входной группе. Вот смотрите, видите. Когда бетон, вот как понять качество его правильно, да? Вот когда он имеет вот такой характерный оттенок. Черненный. Ну, видно, что над ним работали. И его уплотняли. И старались. Оно все. Вот вчера сделано. Смотрите. Звук. Оно не бухтит. Даже тут слой. У нас он минимальный. Как бы рабочая поверхность. Но, смотрите. Звук. Если неправильно, даже на следующий день бетон, когда простукиваешь, у него такой вот звук. Звук такого барабанного эффекта. Знаете, барабанно бьют. Тут такого нет. Тут все. Пока, пока все хорошо. Вот. Такой порожек. Крыльцо дома. В беседке где-нибудь. Можно повторить сделать. В беседке. В беседке. В беседке. В беседке. вот эта часть у нас уже ей неделю видите она белеет проходит эти химические процессы она все выходит наружу поэтому сразу красить если нету задачи заливать красителю в раствор который в состоянии в таком еще как мешалки то и не стоит его красить сверху компрессор тут цель другая тут цель сделать сдать ему выдержаться и потом сверху по сухому продуть компрессор мы расписать кистью по нему ходить никто не будет поэтому функция вот уже тут у нас наш завхоз цветочки высадил периметр уже пойду отличный вариант чего-то начать я думаю надо взять и сделать интересно покупать плитку смесь клей выдерживать размер тянуть и толку смысла не знаю но все потом на таких слоях и на улице она все непрактично и год максимум там полтора нас слетает бухтит здесь будет немножко всем спасибо а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok